Привет, ребята. Давайте начнем. Как меня уже представили, я Стас, я из DevPro и я из Харькова. Необычно чувствовать, что я только вчера работал, был насыщенный рабочий день, а сегодня в другом городе и выступаю. И как-то не верится в это, но, видимо, это действительно происходит. Сегодня поговорим про рекрутинг, про рекрутинг в контексте Бермудского треугольника. Почему я взял такую ассоциацию? Потому что, с одной стороны, море рядом, я максимально близко приехал к морю в этом году. Во-вторых, это то, что есть очень хорошая аналогия, что Бермудский треугольник для нас это такой символ того, что какое-то место, где пропадает все, как-то необъяснимо. Точно так же и в нашей работе, при том, что мы прочитали кучу статей, книг, посетили кучу тренингов, все равно есть места, где стоит улучшать. Но точно так же, как и в Бермудском треугольнике, вначале это был хайп, но потом просто разобрались и нет в нем ничего сверхъестественного. Точно так же и в том, что от нас исчезают кандидаты, как-то текут сквозь пальцы. Если разобраться, можно это остановить и можно с этим работать. Расскажу немного больше о себе. Я в IT три года, из них два работаю именно в рекрутинге. Последнее время несколько отошел от рекрутинга, работаю как people-partner, но вот последний пункт у меня сейчас остается рекрутинг для души. То есть я понимаю, что нельзя эту часть полностью бросать. Я все равно стараюсь быть в курсе того, что у нас на рынке происходит, что происходит в нашей компании в плане рекрутинга и пытаюсь тоже как-то в этом участвовать. Особенно если кто-то нужен в нашу участвую команду, я активно стараюсь подключаться, даже если меня никто не просит, но я понимаю, что я буду предлагать этих кандидатов, это люди, с которыми мне будет приятно работать. До IT, как озвучилось уже у большинства, наверное, из нас или у всех, был не IT-шный опыт, совершенно с этим не связанный. Точно так же у меня это работа в суде, я юрист по образованию и работа в детском лагере. Вот работа в детском лагере мне пока больше всего помогает в работе с IT-шниками, потому что реально местами я думаю, что те же дети, кто-то с кем-то не дружит, кто-то что-то не поделил и так далее. Да, сейчас я работаю как people-partner, такой вожатый в этом вот отряде из 75 человек. Ну и продолжаем рекрутинг для души. О чем мы сегодня поговорим? Расположу так нестандартно в виде треугольника, то есть вначале про водоворот рекрутинга, про вот эту воронку, которая к нам пришла из продаж. Расскажу, как на нее можно по-другому немного посмотреть. Далее пул кандидатов и одноразовый рекрутинг. Одноразовый рекрутинг, термин, который я услышал 2 года назад на конференции. Попытаюсь показать вам, где мы сужаем свой пул кандидатов и где мы делаем этот одноразовый рекрутинг. Следующий момент, это опять-таки из продаж к нам пришло, УТП, уникальное торговое предложение. И боль кандидата тоже, почему это нужно знать. Также отдельно у нас будет стоять работа с поиском редких обитателей нашего океана, потому что к ним нужен особый подход, причем это не обязательно редкие специалисты на рынке. Если у вас маленькая компания, в которой до этого не было такого специалиста и даже ваш руководитель, хайринг-менеджер не знает до конца, что от него ожидать, это тоже в принципе сюда. И тут есть определенные нюансы. Ну и половину где-то моего выступления займет практика, которая будет направлена на решение такого более глобального вопроса, чем вот эти 3-4 точечных. И, надеюсь, глобально нам поможет в дальнейшей нашей жизни. После вот этого, ну по крайней мере после первой части, я думаю, мы разделимся на 3 группы. То есть будут те, которые не слышали о вот этих вот моментах, для них будет все новое, значит, вы уже не зря пришли сюда, вы уйдете вот с кучей новых инструментов. Будут те, кто что-то слышали, что-то не слышали, значит, вы на верном пути, вы работаете, развиваетесь и так далее. Но, надеюсь, будут и те, кто все это уже слышали, применяли. И тогда мой совет в следующий раз. Буду рад я вас слушать, и, значит, у вас есть много чем поделиться. Давайте перейдем непосредственно. Перейдем? Перейдем. К водовороту воронки рекрутинга. Все очень просто. Вот так она выглядит. Мы получаем вакансию, вбиваем в запрос, и нам отображается, что в городе, там, Харькове столько-то джейстеров. Мы написали меньшему количеству людей, нам еще меньше ответило, еще меньше подошло и так далее. Если вы так делаете, это очень плохо. Мой совет, как лучше делать. Лучше преобразить нашу воронку в такую вот стрелку. И в первую очередь контактировать узкую группу людей, чтобы, возможно, эта стрелка и воронка сузилась вообще вот до клина такого. Кого я в первую очередь контактирую? Первое, это те, кто уже был, но немного не дотянул. То есть есть кандидаты на аналогичные должности, где мы просто выбрали из двух одного, который лучше был, но, в принципе, был хороший второй. Поэтому нет смысла просто вот начинать поиск заново, обращаться к своим старым знакомым. Меня это на позиции рекрутинга несколько раз спасало. То есть я просто откатывался там на месяц назад, либо даже на две недели. Кандидат еще не успевал найти работу, и мы снова ему вот предлагали работать у нас. Следующий момент, это бывшие сотрудники. У нас этот процесс, к сожалению, в компании не был поставлен. Сейчас мы работаем над тем, чтобы у нас была база тех, кто у нас работал и кто является Rehirable. То есть к кому мы можем обратиться заново. До этого у нас, возможно, в ваших компаниях тоже, этот процесс был хаотичный. То есть если HR общаются с рекрутерами, либо есть какой-то бывший сотрудник, который был на слуху, и который оставил хорошее впечатление, к нему снова обратятся. Если же он был не на слуху, либо вовремя HR и рекрутер не сконнектились, мы этого сотрудника не перенанимаем. Еще один момент, это те, кто сейчас ищут работу. Тут при поиске в LinkedIn или через Boolean Search, если вы ищете, какие могут быть ключевые слова. Понятное дело, что если у человека написано Looking for, Open for, Searching for, также можно взять временной отрезок. То есть если человек на данный момент перестал работать, у него закрыт период работы на последнем месте работы, то есть у него написано август 18-й. Именно по вот этому критерию можно искать людей и найти тех, кто на данный момент не работает, то есть у него период работы закрыт. Вернемся чуть назад. Ваши варианты? С чего вы начинаете, либо советовали бы начинать, или неплохо бы начинать? Какие есть варианты? Ну, у меня, например, специфика в моей компании, что мы работаем для ГОСов, поэтому есть трудности закрытия... Для ГОСов это ГОСструктура, да? ГОСструктура, да. То есть такая специфическая немножко структура, и нам тяжело конкурировать с галерами крупными. Поэтому изначально, когда я начинаю, я еще вообще по внутренним рекомендациям. То есть у нас есть реферальная программа для внутренних сотрудников. В первую очередь мы размещаем, я размещаю там с этой позиции. То есть на внутреннем сайте каком-то или чате? На внутреннем сайте, да. Ну, тот же Slack, например. И, как правило, 70% новых сотрудников приходят по реферальной внутренней программе. Для нас это выгодно, потому что мы немного вкладываемся в реферальную программу. Это нам дешевле выходит, чем по техническим рекрутерам. И сотрудники, специалисты новые, которые приходят, они уже более к нам расположены. Ну, потому что уже там друг друга, который там работает, уже он преадаптирован, скажем так. Да, он уже преадаптирован, он уже понимает специфику компании, он уже, как говорится, лоялен более. И мне, конечно же, проще уже его вводить в курс сделать. Да, ну а потом уже я, если не находится таким образом, то ищу по базе, но это то, о чем ты уже говорил. То есть, в первую очередь, по фильтрам вбиваю максимально конкретно. У меня есть база в Клеверстаде, те, кто недавно, например, искал работу, но по каким-то причинам не подошли, там, ну не взяли, или еще что-то, то по ним пробиваем, а дальше дальше. Еще есть какие-то категории людей? В личности, это вот такая-то позиция, начинают выбирать круг знакомых или знакомых-знакомых, которые, о которых я знаю, что это человек ответственный, ну в первую очередь, по каким-то личностным качествам, что это человек может подойти, и плюс с его профессиональным опытом. Ну, есть опыт успешного предоустройства таких вот знакомых-знакомых. То есть это нетворкинг, одним словом назовем? Была тоже на одном из тренингов, когда мы говорили о том, что если хочешь построить сильную команду, то в первую очередь, это будет круг близких тебе людей, знакомых, друзей, родственников. Кто-то вот из этих людей может знать подходящего человека, с которым ты сможешь построить и бизнес, и команду, и работу. И действительно, в этих людях я больше уверена, потому что я знаю свой подход, и вот когда увидишь, что человек может работать легко, вот в этих людях я уверена, допустим. И это тоже так помогает иногда, но не на всех позициях. К сожалению. И еще какой-то вариант. У меня такой же бессменная акция, когда я люблю до свидетельников. И они приходят подготовленные, мотивированные. И уже им не надо рассказывать про компанию, потому что друг за чашкой пива уже рассказал неоднократно. Еще тогда. Окей, ладно, на этом закончим. С этой частью перейдем к следующему пункту. Это вот про одноразовый рекрутинг. Что это такое? Либо его, ну, более некрасиво называют чайка-рекрутинг или голубь-рекрутинг. То есть ты написал кандидату, он тебе не, ну, постучался к нему в LinkedIn, он тебе не ответил, все, ты про него забыл. Ты начал писать другим, другим, другим. И в итоге ты его теряешь. Это вот и есть тот пул кандидатов, который мы теряем. Как же их отслеживать? Если Игорь нажмет на сменога, мы узнаем. Да, кстати, презентация будет на вас пошарена, она кликабельная. И вот эти объекты переведут на ваш LinkedIn. То есть это фильтр наших... Если мы перезагрузим. Расскажу, что тут должно быть, пока это чинят, я надеюсь. То есть это наши отправленные приглашения. Список у вас есть, там, где кнопочка Manage All, вы заходите и видно, какие у вас, ну, не отвеченные вам приглашения. А вот нет. Нет. Скопирую ссылку, я не знаю, это в другом браузере открывается. Все, кто-то забрал все Wi-Fi. Да, вербально расскажу. Это наши приглашения. Ну, вначале мы открываем, то есть те, которые к нам постучались, но там есть кнопка Send. Это те, к которым мы постучались. И там есть кнопочка Withdrawal. То есть отменить свою стучалку им. То есть, во-первых, если у вас наберется там несколько тысяч, по-моему, 3 тысячи, вы не сможете дальше добавлять людей. И второй момент, если у вас не получается контактировать их через LinkedIn, ищите другие способы, через Skype, через социальные сети, через почту и так далее. То есть это возможность не терять этих кандидатов. Как правило, если периодически мы туда не заходим, у нас набивается там большое количество людей, и через время, когда мы туда заходим, через месяц, через два, контактировать этих людей по другим каналам уже не актуально, потому что они либо нашли работу, либо у нас уже закрыта эта вакансия. Поэтому вот не упускайте вот этот шанс. Можно назад на презентацию? Она загрузилась, я так понимаю. Нет. Окей, идем дальше. Следующий момент, не менее важный, это про УТП и боль кандидата. То есть продавая кандидату компанию, нам нужно иметь максимум инфы про компанию, про проект и про конкретную позицию. Это как в фильме, знаете, злой гений какой-то говорит сейчас через динамики. Да, это девочка, которую не позвали, либо которой не подарили цветы. Итак, мы должны знать про уникальное торговое предложение нашей вакансии, нашей компании. Также это могут быть особенности конкретной позиции. То есть что-то, что свойственно именно для этой позиции, именно на этом проекте. Потому что, допустим, именно этот человек будет принимать технологические решения, влиять на выбор стека технологий, и этот человек будет ездить за границу. Все остальные, допустим, не будут. Именно на этом нам стоит сконцентрироваться. Ваши варианты, вот что из этого может помочь, то есть на что можно обратить внимание нашего кандидата. То есть, ну, понятно, это не много денег и не интересный проект. Да, это вот сразу же. И молодой коллектив, да. Дружный молодой коллектив, там лидер сегмента еще пишет. Кроме этого. Вартина развивающаяся. Да. Печеньки. Да, про вот это вот. Давайте про что можно написать. Отличный бренд руководителя. Если он будет близок, то люди захотят работать вот с таким руководством человека. Да. Который будет вот как... То есть за ним пойдут. Это вот местный Илон Маск. Как медийная фестиваль. Ну, сейчас, в принципе, у меня будет машинка. Мне просто интересно, особенности проекта и особенности продукта. Это то же самое получается или нет? У меня особенности продукта тут нет. Или что? Нет, я имею ввиду, ну, если бы мой вариант, но особенности продукта. Потому что есть такие продукты, которые, ну, вот, начинаешь рассказывать, какие задачи будут по реализации этого продукта, вообще что за продукт планируется делать. И уже этим не мотивируется. Имеется в виду разработчики, которые ищут. А бывает, вот говоришь, там, не коммерсно. Ой, не коммерсно. Я сразу не хочу работать, да. Но я думаю, что это тоже, наверное, к проекту относится. А в принципе продукт появление, где-то может быть свой вариант. Ну, тут, я думаю, это, в принципе, синонимы. В зависимости от того, если это продуктовая компания, то нам можно вкладываться в продукт. И если продукт это что-то вот такое стенд-алон вообще вот особенное. То есть там мы делаем робота, мы делаем там свою криптовалюту, вот что-то более-менее необычное. Не просто мы делаем еще одну соцсеть и так далее. То есть тогда можно говорить вот про продукт. Но в принципе это вот одни и те же особенности. То есть что-то, что интересное с технической точки зрения. Либо же с точки зрения там принятия решений, влияния на результат. Для команд. Для некоторых, допустим, уже определенного уровня специалистов, если предлагаешь, например, возможность металить. То есть обучать. Ну, это опять же, кому это интересно. Нет, конечно, мы тут не вырабатываем серебряную пулю. То есть ты говоришь и все, он приходит. А то, конечно, наоборот, никого вообще не придется, поэтому тоже как бы хорошо. Ну, тут индивидуальный восход. В компаниях, в некоторых кандидатах, в рации, там, 100 человек и не будут работать. Не важно, что там компания, компания, там же, кто. Или, наоборот, если у вас 100 человек, тогда я вас не буду работать. Ну, это, к счастью, такие частные случаи, потому что вот его посадить и сказать, у нас 100 или 101 уже ты вот определишь, то есть я не думаю, что это настолько прям влияет. Могут, согласен, влиять глобальные цифры, то есть если это компания в 1000 человек, либо компания в 10 человек, там, стартап, тогда это чувствуется. Ну, вот такая пограничная разница, я думаю, не сильно вот ощущается. Но если для человека это важно, конечно. Но тут есть момент, что мы собираем всю вот эту вот информацию. И что мы потом делаем? В одном письме мы вываливаем ему все, что у нас вот круто, у нас крутой офис и так далее. Почему это не всегда работает? Потому что для некоторых кандидатов крутой офис – это как бы не фишка. Он работает там в гейм-компании какой-то. Вот у нас в Харькове есть Plarium, у них просто там бомбезный офис, у них свой кинотеатр, там можно поиграться с 3D-оборудованием, там, вот, которое используется. Нет, фишка в том, что… Да, что, ну, расскажи мне, какой у тебя крутой офис, если я там работаю. То же самое у… А? Это как у Гигиена Турдау, как бы это по умолчанию, по идее. Нет, я за то, чтобы это не выводить, как уникальное торговое предложение. То есть уникальное торговое предложение, оно должно скоррелировать с вот этой вот частью. То есть нужно понимать, вот, что у нас есть и что мы можем предложить конкретно этому человеку. То есть понимать, а для этого нужно понимать ситуацию на рынке, обладать информацией про конкретные компании и, в идеале, вообще про конкретные проекции на конкретных компаниях. Все это через вот личное общение, через собеседование можно собирать всю эту информацию. То есть мы знаем, что именно в этой компании, допустим, уровень оплаты ниже среднего. То есть тогда нам можно делать на это упор, можно это включать в наше уникальное торговое предложение, а у нас там выше рынка. Либо наоборот, если мы знаем, что у них там самая высокая зарплата вообще по городу, нет смысла писать, что у нас крутые, конкурентные, высокие зарплаты. Точно так же по офису, точно так же по команде. Если вы знаете, что они работают там на большом проекте, в котором там несколько сотен человек, только в рамках одного проекта, писать, что у нас большой проект, нас 10 человек, а с тобой будет 11, ну как бы ему будет смешно. И сразу же мы теряем этого кандидата. Это опять-таки вот этот маленький бермудский треугольничек. То есть он почитает ха-ха, там отправит смайлики, значки, как ты говорил, и дальше уже не будет нас слушать. Также можно делать упор на его личные амбиции, возможность развития в компании. То есть говорить, что на данный момент мы не можем тебе там дать всю вселенную, но побыв у нас, ты можешь получить какие-то вот пути развития, особенно если вы знаете, что они недоступны в конкретной компании. Самый простой пример, это маленькая компания, где человек вот вырос до там лида, синера и так далее. Его не сделают там, не знаю, там старшим лидом и так далее. То есть он там уперся в потолок. Как человек из большой компании, ты можешь сказать, что у нас это ранжирование расширено, и тебе будет у кого поучиться, потому что такие люди, как правило, перестают активно развиваться, так как они общаются с теми, кто ниже по уровню своих знаний. Поэтому это может быть как дополнительным конкурентным преимуществом и упором на вот эти личные амбиции. Какие ваши варианты про боль кандидата, то есть что-то вот, что у него может быть плохо в конкретной компании, на конкретном проекте? Старый проект, да, Legacy Code, который нужно саппортить. Да, то есть застойно каких-то технологиях. Еще, что может быть более... Если кандидат уходит из-за профилактики персонального выгорания, может, если он хочет вдохнуть, то может, ему может быть, как-то наоборот, где он сменит совсем свою... Ну, то есть, может быть, не совсем технологию, но... Убирайте офис, да, пример. Нет, я шучу. Бывающая ситуация, даже когда человек занимал диспозицию тембрида, и вот, ну, например, органист, он ходил-подил, но у него больше стало управленческих, и вот он хочет от этого уже отдохнуть, и, может быть, тут надо уже потребность его определить, да, и мы можем опять походить, посидеть, по-разбираться в этом. То есть вот такие вот моменты. Ну, это всегда играем на церковной амбиции. Вот кандидат, если нам нужен кандидат, а у нас денег не платила, он же всегда играем на церковной амбиции. Как мы это не называем? Манипуляция, это мы можем сказать, манипуляция, да. Серьезно? Да. Что подполково? Ну, манипуляция, так манипуляция. Фикмологи тоже манипулируют. А там же не должно быть написано. Нет, там манипуляция тоже разная, разная была, подожди. Это наоборот. Хорошо, но манипуляция через боли, конечно, лучше бы звучала. Кому-то и это надо. Любить людей можно по-разному. Да. И давайте перейдем к отдельно стоящему блоку. Это редкие обитатели. С какими редкими сталкивался я? Это первая моя компания, небольшой. Мне пришлось искать Биэя, учитывая, что у нас не было в компании до этого Биэя, и руководство до конца не понимало, что они от этого человека хотят. Это было очень сложно. Такие, ну вот, чтобы он там делал наш процесс лучше, задавал вопросы клиенту. То есть вы понимаете, что требований не было. В итоге сказали, ну, составь вакансию. Мы вот тебе накидали. В итоге я взял просто, сдол, подсобирал все лучшее с других вакансий, сделал вакансию, они сказали, о, ищи такого. Но в процессе я понял, что такой, он должен быть с опытом, а мы ищем на позицию Джуна, то есть без опыта, со смежным опытом. И вот куча всего этого открывалась. Потом, также я искал юриста, кто-то искал юриста в компании. Это тоже отдельная боль и совсем вот другой вообще поток нашего сознания. Ну и, конечно же, это... Охотно верю, но вот чего не искал, того не искал. Да, и... А у нас, кстати, был просто бывший милиционер, у нас все решалось очень просто. Ко мне обращайтесь, я в суде работал, у меня нет службы, ни один как бы. И в лагерях, да. Окей. И про редких обитателей, которые действительно редкие обитатели, от клиента вот в другой компании уже прилетал запрос на бигдата архитектора и мы пробили по всем требованиям, вот именно, чтобы все были, которые есть. Был, в принципе, один человек в этой стране. И... Да. Я столкнулась с таким же. у нас совершенно непроизводственный, это был город, да, тут очень мало производственных предприятий. И мне нужно было найти узкого специалиста, химиков. это нереально. Это моменты, когда ты начинаешь думать про гипноз, про кражу людей, про то, что самому, наверное, проще выучить это, чем найти такое. Это очень случайно вообще. Человек пришел на это предприятие, совершенно устраивался на другую вакансию, а я как услышала, что он гимик, еще и когда-то опыт был, я там молилась. Как забоевать сердце девушки, нужно просто рассказать о себе правильную информацию. Ну, вот хорошо, когда нам повезло, и общаясь с нашими рекрутерами, вот тут вот они просили везение тоже поставить, но я говорю, что я не могу посоветовать коллегам купить подкову или еще что-то. Это просто будет отдельно озвучено. Но все-таки, если нам нужно искать вот таких вот особых персонажей, что нам нужно делать? Во-первых, у нас должна быть стратегия, то есть не бросаться в эту воронку сразу же, а вначале подумать по ресерчу. Есть ли в принципе такие кандидаты? И второй вопрос, необходимо ли действительно все, что вот выделяют? Потому что нам этот же Big Data Архитектор единственный в нашей стране очень много рассказал по нашей же вакансии, что есть там моменты, которые необязательные, которые для человека с таким вот уровнем учатся там за неделю, есть взаимозаменяемые какие-то моменты и так далее. То есть иногда собеседование для нас является способом вообще по-другому взглянуть на вакансию и убедить в этом нашего клиента. То есть тут должна быть стратегия, понимать, есть ли такие люди, если они есть, где их искать. В DevPro мы открывали гейм направление. Первое, что сделали наши рекрутеры, они посмотрели, где вообще есть такие специалисты, то есть есть ли они, в каких локациях и так далее. также есть интересный момент по приоритетам. То есть представим, у нас есть... Я пока буду переворачивать. На самом деле очень важная тема по стратегии. А кто определяет стратегию? Я имею в виду, что подразумевается как стратегия? Стратегия поиски или стратегия вообще формирования самой позиции? Потому что мне кажется, что стратегию выбора специалиста нужно обсуждать чуть ли не самим SEO. Или хайринг-менеджером. Не обязательно. Ну, в моем случае это надо вообще к SEO уйти. Потому что, например, у нас там SEO принял решение, что мы выходим на новую платформу CMS Oktober. Что такое CMS Oktober? Сколько? Вообще там ресерс провели, оказалось, что таких специалистов там 17 по Украине и 3 по Киеве. Мне упала эта позиция, и я прихожу к нему, говорю, почему CMS Oktober? Ну, так сложилось исторически, каким-то чудом я закрыл эту позицию CMS Oktober. Потом падает следующее. Платформа Декан. Кто-нибудь слышал? Нет. Я ждал цемь с новым годом. Я вообще не слышал ничего. Я к нему пассажир, говорю, почему Декан? Да мы хотим вот на Декан перехать. Мы с техническим директором обсудили, что отважен нам Декан. Я им даю обратную связь, что говорю, ребята, вы понимаете, что вы этим Деканом сейчас просто убиваете, говорю, весь ресерс, весь рекорд, и в принципе. Говорю, потому что таких специалистов два по Киеву, они работают, и, как правило, я говорю, мы затянем сроки, вы обещаете гостам, что мы будем уже в какие-то сроки начинать работать, и вы мне хотите за три недели, чтобы я нашел нереальную позицию. Они так раз-раз-раз подумали, мы поменяли уже. Вот это и есть стратегия. Трубал перейти, например, хотя бы, чуть-чуть попроще. Чуть-чуть попроще, да. Это когда вы услышали? Но я к тому, что да, потому что стратегия поиска это одно, а вот стратегия, наверное, переубеждения людей, которые придумывают вот эти вот направления, дикие вообще, вот это вообще другая тема. Тут я скажу, что я имел в виду стратегию в широком смысле, вот как ты описал. То есть стратегию поиска ты сам можешь сесть, на ресерчек написать. Стратегию глобально можно уже путем пробы ошибок, общения уже потом накидать, потому что, ну, сам, как правило, ты не обладаешь, даже проведя ресерч, вот полным спектром знаний, чтобы понять, что вот мы будем искать здесь и здесь, и вот здесь мы, скорее всего, найдем. Тут, наверное, что сам технический директор должен понимать, если мы переходим на это направление, то... Да, но ему нужно дать пищу для размышлений, что он хочет переходить, но такие люди есть там только в Болгарии и так далее. Они же этим не занимаются, ресерчем. Их что интересует, данные спектр? Их понимают. Интересует, например, скорость. Они решили, что сайты голосовские, кстати, на минуточку, внимание на CMS-октопры делаются, они будут делаться быстрее. Да, они будут быстрее делаться. И, соответственно, для того, чтобы нам ускорить процесс производственный, мы выбираем себе эту технологию. А сколько там специалистов, как это будет делаться, это уже на самом деле второстепенно. То есть я с этой точки зрения понимаю скорость, но когда начинаешь искать, ты упираешься просто в тупик. И вот ты им это объясняешь, и они уже начинают по-другому это смотреть. То есть я думаю, что этот коннект, он обязательно, постоянно. для технических директоров, тех, кто формирует эти позиции, но это как одна, по сути, из тоже основных обязанностей при формировании позиций наши, да, рекрутинговые. Да, вот именно поэтому я это выделил вообще отдельным пунктом, и значит, ни одного меня болело. Теперь далее приоритеты. Тоже у нас есть вот, представьте, ну мы нашли трех кандидатов, даже давайте вот так вот. То есть наиболее подходящий, средненький и наименее подходящий. Логично, по идее, начинать с наиболее подходящего, тем более тут единичка даже осталась. Но с чем я столкнулся? С тем, что, опять-таки, нам кандидаты могут дать много информации, иногда лучше начать с наименее подходящего, чтобы потом с вот этим попасть на меньшие риски. То есть нам наименее подходящий уже расскажет какие-то моменты, и тут мы меньше рискуем, чем мы просто перед вот этим опозоримся, что он скажет, а что я буду делать? Это мы не знаем. Просто вот сказал начальник, что вот CMS October, типа, и мы будем жить. Я, кстати, по-другому сделал. Я нашел эксперта, с которым я консультировался. Мы договорились с ним по CMS October, и я переговорил с SEO, что смотри, для того, чтобы нам ускорить процесс, у нас там горели сроки закрытия, мне нужно по этой позиции, по CMS October очень сильно проконсультироваться. Нужно человеку оплатить на консультацию. Он согласился. Ну вот. Я выбирал эксперта сразу. Меня эксперт четко проконсультировал, вот до того, что я уже завтра мог сесть и писать сам на этом CMS October, и у меня пошла дальше работа. Окей. Ну, то есть у нас два таких пункта, скажем так, неочевидных. То есть, понятное дело, лучше там с лучшего начинать, но иногда нужно начать с того, кто менее приоритетен, либо же действительно обратиться к эксперту, который вообще, возможно, вам переставит все вот совсем по-другому, потому что это вам так казалось, а вы не эксперт. Окей. И еще один момент, это максимум инфы. Понятное дело, что нужно собрать, провести ресерч, но если позиция касается не технической, например, поиска HR-рекрутера себе в команду, тут меня спасало, допустим, максимум инфы о вот этом человеке из соцсетей. То есть, когда лично мы уже виделись, мы начинали общаться, человек понимал, что мы как будто бы сотню лет знакомы, конечно, потому что я пролистал все его соцсети, там и у нас столько много общего оказалось. Ну, это опять-таки манипуляция, но это помогало закрывать вакансии. Я понимал нужный момент, когда человек начинал говорить про свою боль, когда ему нужно сказать, а у нас вот как раз есть вакансия, и вот человек соглашался. То есть, это более трудозатратный путь, но он в итоге более эффективный. Тоже можно взять на вооружение. По таймингу у нас как раз та самая арт-практика. Арт-практика, которая для нас решит один такой глобальный вопрос, который часто вот мы, возможно, мы к нему даже не приходим, либо, приходя, не можем сразу ответить и откладываем его. Есть у кого-то идеи, что это может быть за глобальный вопрос в нас как рекрутеров, как людей, которые ищут специалистов для работы на проекте. Нет, тут вот глобально все вообще стандартно. Это чуть позже. Какой вопрос вот мы будем решать? Мы не понимаем, как все это работает. То есть, мы знаем, как найти, и потом будет происходить магия, они будут делать этот проект. Часто мы берем не тех кандидатов, потому что мы не понимаем до конца, у нас есть только описание вакансии. Мы не понимаем вот просто простыми словами, из чего будет состоять его день. То есть, если это человек, который полностью интроверт, а ему нужно будет коммуницировать, скорее всего, ему будет сложно. Точно так же, если это человек, у которого был предыдущий опыт, вот пример из жизни просто, почему мы простились с кандидатом, кандидатом, просто потому что, ну, уже даже не кандидатом, а нашим сотрудником, потому что у него был весь предыдущий опыт, это работа с полностью прогнозируемыми результатами, скажем так, а тут ему дали такое вот поле для фантазии, скажем так, которому он вообще был не готов. Он сказал, вот, дайте мне А, Б, С, что делать, и я буду делать. Но от него ожидалось, что он уже, ему будут давать просто направление, и что и как делать, он сам будет. Для того, чтобы больше это понять, предлагаю вам окунуться в такой получасовой цикл разработки продукта. Раз это арт-практика, вот ты сказал, что нам нужно будет рисовать, кто плохо рисует? Есть такие люди? У меня для вас хорошая новость, рисовать будут не все. Значит, что мы будем делать? Мы сейчас разобьемся на 4 команды по 5 человек. В нашей команде будет 2 девелопера, QA, BA и PM. Также один из нас будет клиентом. Наша задача будет нарисовать картинку. Картинка, ну, что подскажу, это в морской тематике. В чем основной смысл? В том, что девелопер и вся команда будут рисовать картинку, которую они в глаза не видели. Они будут рисовать по техническим требованиям. Технические требования будут писать BA, который эту картинку в глаза не видел. Эту картинку будет рассказывать клиент, который видел эту картинку. Испорченный телефон. Ну вот, но это в жизни так и происходит. Итак, условия игры. Вот у нас 5-6 команд. У нас собралось меньше, поэтому 4 команды. У нас есть одинаковая цель, то есть у нас будет один клиент, нарисовать будем одну картинку. Далее это различные роли в команде, то есть у вас будет возможность попробовать разные роли, ну, выбрать какую-то и попробовать не такую же, как у вашего соседа. Ну, и у нас будет ограниченное время, потому что ни у одного проекта нету неограниченного времени, просто делайте сколько угодно, вот вам сколько угодно денег. Какие же будут роли? Первое – это клиент. Это кто-то один, кто будет описывать то, что он будет видеть на картинке. И BA, соответственно, они не будут рисовать, они будут писать требования, передавать их команде, периодически задавать вопросы, то есть как-то уточнять. Далее будут PM, которые в команде тоже не будут рисовать, они будут организовывать процесс, они будут говорить, решать, на каком моменте должен BA передать вот эти требования, чтобы ребята уже начали работать, как мы будем рисовать, у нас будет эскиз, не будет эскиза и так далее. И на каком моменте подключится к UA. С D вам все понятно, он просто рисует. Что делает к UA? К UA не рисует, ему на определенном моменте дают требования и дают результат, который еще не до результатов. То есть он просто, не принимая участия в рисовании этого, не принимая участия в задавании вопросов, просто сверяет свежим взглядом и говорит, что у вас не так, что у вас не соответствует требованиям. На это все у нас будет 20 минут, потом мы поделимся фидбэком. Давайте предлагаю объединиться или разбиться вот прямо как вы сидите. Кто-то, если кто-то совсем плохо рисует, может быть клиентом, если кто-то хочет. Да, давай. Выходи сюда. Это человек, который, ну ты позже подняла руку, человек, которому будет, наверное, сложнее всего. Потом мы, кстати, поделимся впечатлениями о том, каково нам было. Итак, давайте, вот пять человек, сядьте чуть ближе и к одному из столов. Далее вас раз, два, три, четыре. Не берешь дроба? Нет, вот еще девушка. Таня, ты сюда? Я определил, Таня просто тут не в команде. Хорошо, давай. Он вот определился, давайте. Хорошо, тогда, Таня, ты будешь с этой частью. Нет, ты с вот этими четырьмя девушками, Таня, переходи. Если здесь пятерка определена, тогда... И вас пятеро. Ты смотри, я тебе сейчас дам стул. Ну, разработчикам, да. Ты тут будешь давать информацию нашему, нашим билетам. Ты будешь видеть какую-то картинку, твоя задача им рассказывать максимально. Мой совет рассказать им в целом, а потом деталям. Они будут на А4 это рисовать. Показывать ты не можешь, очки, наверное, с ними повесить, даже чтобы они не видели в отражении. Ну, или вообще с ними. Теперь ваша задача в команде определиться, кто будет PM, кто будет BA, кто будет девелопер. То есть, ну, проще всего отталкиваться от того, что кто хорошо рисует, те будут девелоперами. Дальше кому просто повезло или не повезло. Ир, дай, ну, присаживай. Определились ли... Присаживай. С ролями в команде определились все. Есть ли в командах QA? Вы определились, кто QA? У вас должно быть два два девелопера, один QA, один PM, один BA. Определяйте. То есть, два рисуют, остальные не рисуют. Тоже, в принципе, жизненно, потому что, как правило, там пять менеджеров, два девелопера. Есть те, кто QA? Поднимите руку в каждой команде, кто QA. QA кто? Вы не решили, кто у вас QA? Те, кто QA, отсаживайтесь сюда. Ну, или так. То есть, что вы... Да, QA подключается на определенном этапе по команде PM. То есть, он не участвует в начале вот в написании всего. BA. Определились, кто BA? Подойдите ко мне с каждой командой. Раз, два. У вас... Вот так, подошел. Четыре должно быть человека. Еще один BA с какой команды не подошел? У вас. То есть, это человек, который будет писать требования. Мой совет взять стул. Садитесь напротив нашего клиента. Хорошо. Садимся напротив. И PM в каждой команде. Поднимите руки, чтобы мы знали, что этот человек... Напоминаю, этот человек не рисует, он следит за таймингом. Тайминг вот сейчас 46 минут, то есть, в 16 минут мы заканчиваем. Время пошло, начинает рассказывать наш клиент. Нет, нет, нет. Вопросы клиента, что говорить можно, что нельзя. Все, ну, что ты видишь, можно. А, ты себе могу показывать? Нет, показывать людям? Нет, ты должна текстом описывать, что ты видишь. руками, ну... Можно без слов? Можно при кого-то сейчас? Нет, нет, нет. Ну, можешь руками, но вот давай. Главное, экран не показывает. И так понеслось. Да. К ней не исправляют, к ней говорить, что ему не нравится. Да, и дырала теперь переделают. А? Не, ну, могут слышать, но я не думаю, что они хорошо слышат. Я тут превращаюсь в такой, я не знаю, белый шум. Да нет, ну, все равно, я думаю, сложно так сконцентрироваться, поэтому... Да, PM, кстати, определитесь, вот, на каком моменте вам нужно... Ну, я не знаю, вы с PM поговорили или нет, чтобы они узнали общие какие-то требования, чтобы вы быстрее могли приступить к работе. Очень плохо. давайте, пишите. Ох... Ох... вырисовать все равно вам проще будет по требованиям, которые вот есть. Да, их отсадили, чтобы не было соблазна заранее расшатывать. Мой совет – опиши общую картину, Это уже детали, которые можно будет рисовать потом. Ты описала общую картину? Сейчас я уйду. Что за решение? Надо было на будущее продумать развлечение для команды, которая ждет. Надо было кричать B, A, B, A или что-то такое. Давай на этом моменте остановимся. Да? Хорошо. 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 То есть первую ты дала общую картину или ты даже все попыталась? Ребята, давайте, наверное, сейчас отдадим командам, что рисовать. По деталям уже вопросы мы будем. Бей, давайте, возвращаемся, отдаем, чтобы уже начали рисовать. А? Да, стулья оставляйте. Пока вы еще вернетесь, я думаю, не раз. В QA пока не включается. Пока что, ну, еще не с чем работать. Не знаю. Подождите, каждая команда делегировала в QA своему. Что ты там делаешь? Потом-то. Трое все равно. Ребята, QA у нас еще не включился, он еще ждет. Да, мы... Прокурировать руку надо менять, наверное. Хорошо. А? А? Ну, тут полчаса, понимаешь? Я понимаю, что ты будешь подсказывать. У нас просто время. Они к тебе еще вернутся, просто чтобы они дали... Ну, мой бы был совет, начали рассказать просто пространство с зеленой частью. Вот это джан. Это небо, оно желудокое. Вот. И пусть мы начали вставать. А? Ну, это я это знаю, потому что это... А я не знаю. Нет. Вот так он не разделен. То есть это небо, это море. То есть им рассказать. Да. Хорошо. Да. А вот эти детали, рнипки, там, вот... И так, да, как и в нашем проекте есть. Общая картина. Ну, я бы для этого не играли, наверное. Вот это, да, молодой человек. Ну, это... И подойдет, каждый командир будет ржать. Да. Главное не подходить и говорить. А! Вообще, Рита. Не ушла. Ребята, у нас пять минут прошло. Да. Да. Ага. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну да, мы уже покажем свою картинку, а потом они нам сидят, типа, более, что можно было уйти. Я просто-то говорю, что я думал вот это, и я себе специально поставил еще один слайд, чтобы ее совершили пересмотреть. Ну да, ну да, это что-то по фильму, в принципе, игра просто для того, чтобы она была такая. Ребята, четыре минуты осталось. Четыре минуты. Вы уже готовы, я так понимаю, да? Хорошо, то есть еще не будет твоя зла там, бей. Я правильно понимаю, что это все картина, а то я каждый раз... А вы коричневый цвет не нашли? Да, мы пишем свой. Все получили, я так понимаю, активная фаза девелопмента перед дедлайном. Так, и участок... Офигеть, мне нужно... Спасибо. Вот так, и участок. Ну вот, я знаю, я сейчас... Да, я знаю... Вот так, и участок... Дверь, мне есть, горячий... Я знаю, что ты... Которые... Матеря... Я знаю, что я думаю... Я знаю, что я... Я знаю, что я думаю... Я знаю... А, да-да-да-да-да-да-да-да. Ребята, полторы минуты. Уже финальные правки вносят. Ребята, последняя минута. До шестнадцати? Да, говорим. Да, ошибся. Я досек двадцать. Молодцы. Клиент понял по-другому. Ну что, ребят, последние секунды. Всё, откладываем маркеры. Хломастеры. Выдыхаем. Сейчас самая классная часть. Мы посмотрим всё-таки, что мы рисовали. Положите перед собой, чтобы вы видели общий продукт. Сейчас тут откроется то, что вы рисовали. Дам вам пару минут на эмоции. Потом, что важно нам будет сделать. Пересесть команды, команду PM-ов, команду девелоперов, команду BE-ов. И в пять минут обсудить, что вы делали так, что не так, чтобы прийти к выводам каким-то. Также клиент потом поделится. Итак, барабанная дробь. Вот. То, что вы рисовали. То есть, вот они надписи. Вот TM как бы. Вот лампа Аладдина, которая была вообще рыбкой. Можно будет сфоткаться потом командой. А? Ну, это вообще это. Ну, это вообще это. Ты теперь в бизнесе на ветер, да? Всё, чётко. Я уже вижу, что он получился. Есть линии? Как и Саша, да? Машенька, и у него получился. Что же нельзя? А, если у вас? А, если у вас? Ну, вдруг вы заглядите здесь. Нет. Нет. Я не хочу. Я захочу сжечь, да? Окей, ребята. Все посмотрели. Сфоткаться у нас ещё будет время. Я открою этот слайд. Давайте теперь сядем. Тут вот PM-ы соберутся. Ну, за этим столом или с этой стороны. Вот тут вот PM-ы. Встаньте. Обсудите. Сейчас покажем. И обсуждаем, и чтобы у нас кто-то один из вас через 5 минут мог сказать ответ на 5 вопросов. То есть первый, как PM-ы. Ну, вот на примере PM-ов. Что вы делали правильно? Второе, что можно было улучшить? Какую бы роль хотели попробовать большинство из вас? Какую бы не хотели? И открыли ли вы что-то новое в работе команды, в работе PM-а и так далее? То есть PM-ы становятся здесь. Девелоперы предлагают тут собраться. БИА здесь, КЮА тут. Клиент у нас выступит отдельно. То есть PM-ы, тут девелоперы. Да, PM-ы тут. PM-ы тут, тут БИА. Тут девелоперы, тут КЮА. Тут одинокий клиент. Ну что, что скажешь? Что скажешь? Ты видел? Так, пройдите. Тебе ж, ну, можно. Я думал, что нарисовали на маленьком, но как бы... Ну, это да, это бывает, когда проект получился лучше, чем клиент хотел. Мой совет, вы пишите по пунктам тезисно, что вы хотите сказать. А, ты что, определила, кем бы хотела быть? Да. Там, наверное, сидишь долго. Да. Слушай, это тут можно психологический тип, наверное. Могите. Да. 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 Не знаю, не чисто говоря. Слышимites. Да, нет, да. Да, детализация. Да, 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 да. Ну, их просто не так вовлекали, как правило, они просто подсаживались и все. Надо было, чтобы ему передавали требования и это. Вся команда, ну, останавливалась. Ну, тут надо дорабатывать эту жру просто. Ну, да. Ну, опять-таки, клиенты... Тут момента жизни, что у клиента не всегда есть время как бы сесть, так что я им расскажу. Ему надо, потому что дали денег, инвесторы, вся. Ребята, давайте заканчиваем. Сейчас будем презентовать выводы свои, то есть от команды, что бы вы выделили по вот этим вопросам. Кто-то один от PM. От PM, а они все-таки PM. Давайте. Все, ребята, давайте от каждой команды и потом клиент резюмирует, как ему все было. Кто от вас может на вот эти вопросы ответить? Тезис, на. Евгений, давай. Что делали правильно? PM. PM. Не мешали особому процессу. Как в жизни, да. Возможность раскрыться вашим девелоперам. Уточняли, в принципе, некоторые вопросы. Нет, тут что вы делали как PM-ы правильно? Тут вы за себя пока. Я же говорю, ну, правильно, чтобы не мешали процессу, какими-то там руковали ребятам, высказаться, заслушивали. И направляли все-таки в правильное русло. Вот. Как мы видим, ну, в общем-то, организовывали рабочие процессы. Что можно было бы улучшить по-другому? Вам, как PM. Можно было бы больше уточняющих вопросов? Например, по поводу акулы. Конкретно в нашей ситуации. Акула выныривала... Нет, у нас я не писал. Можно вообще вот говорить, когда работа хорошо прошла. Акула выныривала профиль. Вот, мы не уточнили, как выныривает акула. А вот еще можно было бы. Да. И ему передавать больше вопросов для выяснения требований. Больше уточняющих вопросов. Окей. Какую бы роль хотели попробовать вместо PM-ской? Мне бы хотелось бы попробовать порисовать, а так далее. Остальным ты. Вот от команды говоришь. Я немножко участвовал на наш... Понятно. Да, прикольно. Это когда PM тестирует, когда уже совсем все горит. И да. Какую? Не хотел бы попробовать. Вот сложный вопрос. Все по-своему интересны. На самом деле, я бы, наверное, карту уже хотел бы попробовать. Выясняют требования QA adoption. Интересно было бы во всех вариациях. И открыли что-то новое в работе команды. Ну, в принципе, у нас вот такие... Вы знаете, как минимум. Вот, да. У нас когда команда была подобрана, и люди вот... Сами распределили роли, которые... И эти роли у всех... Мы четко, слаженно сработали, соблюдаем... Дальше, что им она важна. И, в принципе, мы закончили раньше, и не знали, когда вот, скажем... Хорошо. Работаем, и мы такие... Смотрим... Смотрим, это мнение. В общем, да. Сказать такое мнение... В общем-то, я насколько понял... Туда только доставлю. То, да. Проблема была в витализации. То есть, мы задавали вопросы уточняющие о том, например, там, куда должен быть корабль, там, да. Как и где должны быть размещены камни, например. Но те вопросы, которые мы упускаем, в частности, я... Ну, например, у меня акула, да. Я вообще не спросил о том, как она должна выныривать. Она мне вообще выныривает, там, в правую сторону. Да. Она должна выныривать не в профиль, а в паз, да. Ну, это, опять-таки, на проектах не всегда все вещи, вот, все очевидно для клиента, но... Да, мне бы хотелось, в смысле, говорить о том, что лучше. Чтобы идеи максимально, ну, может, идеи мы, в том числе, уточняли и детализировали, что, где, какого цвета должно быть размещено для того, чтобы... Короче, как для особо одаренных. Для того, чтобы... для того, чтобы это было, ну, максимально точно. Максимально точно по отношению к картине. Какую бы роль хотели попробовать? Ну, честно сказать, не обсудили этот вопрос максимально. Я бы хотел роль идея попробовать. Какую бы не хотел, ну, мне кажется, вот, как раз-таки, роль идея очень сложная, потому что надо максимально все четко детализировать, как вы говорите, для особенных, да. И не упускать вот эти мелкие детали, которые имеют существенную роль. Открывать что-то новое в работе команды. В принципе, я не то чтобы открыл, я в очередной раз убедился в том, что сложности и недопонимания в команде не присутствуют. Ну, когда упражнение уже ты давал, сразу я понимал, что это упражнение на некий такой спорченный телефон. Ну да. Когда есть трудности взаимодействия, ну и в командах все время вот эти уточнения, коммуникации, они насколько важны, что вот влияют на этот конечный результат. У меня этот конечный результат, мы сами решили. Окей. Спасибо. Хорошо. Теперь от BA. Самая бегающая категория населения в этой игре. Расскажи. Расскажи. Да. Да. Что мы делали правильно? Мы все осуществляли, что мы правильно объявили потребности клиента, что это было главное. И, в принципе, мы определили, почему мы не дали. То, что хотел видеть клиент. Также, в принципе, в целом задача была поставлена правильно. И в ходе реализации все нюансы мы уточняли. То есть это плюс в работе каждой команды со стороны PA. Что можно было улучшить? Нужно было задавать больше вопросов по размерам, масштабам. То есть вот эти детализации, нюансы, какие-то мелкие. То есть, которые сама в итоге команда додумывала. Да. А нужно было максимально улучшить. Здесь нужно было организовывать лучше, наверное, работу на эти команды. Потому что, если в техническом задании какие-то нюансы упущены, то, прежде чем сделать неправильное переделывание. То, что мы говорим в реальных проектах не существует. Нужно сначала задавать вопросы и сразу улучшить это все. Как это делается в реальных проектах тоже. Бывает на пароле, на пароле, да? Потом еще справляем. Потом, какую роль хотели бы попробовать? Ну, тут у нас мнения разбилились. Я скажу за всех, наверное, да? Были беи, которые хотели бы попробовать роль Юана. Они хотели бы быть девелоперами. Есть и те, кто хотели бы, наоборот, попробовать эту роль. А мне нравится моя роль. Такого ничего не хочется. Круто. Что новое открыли? Что мы открыли новое? То, что очень важно в команде это организованность. И то, что участие каждого, оно играет колоссальную роль от стартового проекта до уже момента задачи. То есть каждый момент, каждый участник важен. И каждое мнение. Спасибо большое. И теперь QA поделитесь. Что делали правильно? В принципе, мы все определились, что очень классно выстроена была командная работа. И так как QA выходит не в начале, не в самом начале, на этапе требований, а уже в середине, когда уже работа налажена, в принципе, и включается во весь этот процесс, то зависит от команды. И когда команда работает настолько круто, когда друг друга слушают, встречаются, переспрашивают, то, в принципе, и QA очень даже легко. То есть QA включается сразу во весь этот процесс, видит, что делают девелоперы, переспрашивает у BA, организовывается это с PM. То есть вот эти моменты были классными у всех у нас в QA. Что можно было бы улучшить? Вот тут может быть тоже задача QA уточнять. То есть не только QA должны отвечать за требования. QA, когда видит, что что-то нелогично, должен дергать постоянно BA, чтобы он дергал клиента. Таким образом, чтобы QA тоже включался в эту работу, не только под QA. Какую роль вы хотели бы попробовать? У нас почему-то все единогласно хотят попробовать BA тоже быть. То есть, видимо, в QA попробовали, что это такое, когда ты у кого-то выспрашиваешь какие-то детали, думаешь, надо бы и самого попробовать у себя в этой шкуре. Какую бы ни хотели. Это бы не обсуждали, да? Видимо, ну, каждая роль... Ну, от себя скажи, что бы тебе вообще вот не хотелось, если бы сказали, типа, о-о-о, нет. Наверное, в QA могу это сделать. Окей. Открыли что-то новое в работе команды. Вот именно то, что и говорили, что вот если организовано очень круто взаимодействие, то и вся команда работает, и результат сразу показывается. Может быть, стоит включать QA в самом начале. То есть, как только появились технические требования, QA может логические вопросы, еще не видя продукта, уже задумываться о каких-то... Окей. Мы для будущих поколений это продумываем. Спасибо большое. Итак, мы поделились эмоциями, впечатлениями. Теперь вопросы. Вы их задавали в процессе. Возможно, еще вот остались какие-то по вот этой вот игре. Возможно, у вас есть предложение, что-то можно было изменить. Мы клиента не послушали. Сорри. Все, все, все. Слушайте, я вообще удивилась на самом деле, что... Что я вспомнил? Никто не сказал, что мы хотели бы попробовать роль клиента, и никто не сказал, клиент был неправным, дал плохие, типа, ну, понимания. Ну, клиент всегда, правда, ну как? Никто так не сказал. Они на автопати это обсудят. Что делали правильно? Ну, я, в принципе, максимально пыталась донести мысль, но, на самом деле, как клиенту, как клиенту, всем их будущим человекам, которые, да, там, принимают заказы клиентов, хорошо, когда тебе дают структурированную информацию. Здесь для меня это показалось, на первый взгляд, нереально. сейчас, в принципе, мозговало, да, можно было улучшить. Какую роль хотела бы попробовать? Да, роль клиента. Причем, ну, в разных типах этих... Проявления. Проявления, да. Какую бы не хотела? Девелоперов. Я, скорее, что-то новое в работе команды, ну, не в команде отработала. Все. Окей. Теперь все-таки. Теперь все-таки. Вот тайм-менеджменты в команде, когда разработка, то есть... Я бы переключался. Когда на начальном этапе, может быть, нужно уделить больше времени для согласования требований, тогда можно сократить это время на этапе уже разработки и тестирования, тогда будет больше соответствия и меньше требований. То есть больше времени в начале от BAM? Ну, возможно, для согласования даже BAM с BAM всех требований задавать вопросы еще на начальном этапе больше, и тогда уже на этапе разработки сократятся часть вопросов. Ну, то есть, если уточнить хорошо, правильно составить физическое задание, грамотно, то большинство вопросов были бы сразу признаны. И больше времени на этом все было. Ну да. Такой тайм-менеджмент в команде. Для того, чтобы потом снимать BAM. Окей, еще вопросы, предложения. Тишина, все хотят есть? У меня есть такая реплика, да? Несмотря на то, что большинство не знает эту терминологию, но за 20 минут получилось вообще просто прекрасно. Ну, классно видеть это. Молодцы все, мне кажется. Окей. Тогда как тут и написано. Всем большое спасибо. Отдельно бы хотелось сказать спасибо вот этой девушке, которая, в принципе, благодаря которой я здесь. Это один из спикеров предыдущего митапа. И она порекомендовала меня, и вот я здесь. Как бы все случается. Мои контакты, они будут в этой презентации. Пишите мне, добавляйтесь, будем обмениваться опытом. Хорошо. ию psо Σ